Крапивник – маленькая юркая птичка. Внешне похож на мягкий пушистый шарик с поднятым торчком коротким хвостиком. Птица очень подвижная, с необычно громким голосом, в простонародье ее еще называют орешек. Крапивник – одна из самых маленьких европейских птиц, его длина составляет всего 9-10 сантиметров, что почти вдвое меньше воробья. Размах крыльев 15-17 сантиметров, а вес около 8-12 грамм. Телосложение – плотное, пушистое, в верхней части тела рыжевато-бура, в нижней буровато-си. Крылья короткие, закругленные. Хвост также непропорционально короткий, около 3 сантиметров, и зачастую вздернут вертикально вверх, клюв шаловидный, тонкий, слегка загнут вниз. Самцы и самки внешне друг от друга не отличаются. Молодые птицы также существенных отличий не имеют, хотя у них на спине преобладает ржаво-красный тон, а на голове перья ярко-коричневые, с темными каемками на вершинах, которые у взрослых птиц не выросли. Распространен как в Евразии и Северной Африке, так и Северной Америке. Полагают, что изначально крапивник был исключительно американским видом, поскольку все остальные виды крапивниковых, а их более 60-ти, обитают исключительно в новом свете. Место обитания крапивника, сырые хвойные и смешанные, реже лиственные леса с густым подлеском, заросшие овраги, пустыри, прибрежные заросли рек и ручьев, в редких случаях может поселиться и среди скал. Основу рациона крапивников составляют различные насекомые и другие беспозвоночные, кузнечики, жуки и их личинки, многоножки, мокрицы, пауки и улитки. Осенью, когда животных кормов становится недостаточно, употребляют в пищу ягоды черники, бузины, семена некоторых растений и даже морские водоросли, иногда могут охотиться на головастиков и мелкую рыбу, бродя по мелководью наподобие болотных птиц. Половая зрелость наступает уже на следующий год после вылупления. В северной части России он как правило появляется в первой половине апреля, а например в южном Забайкалье только в конце мая. Самец самостоятельно приступает к строительству большого количества гнезд, что для других птиц не характерно, однако подобную стратегию практикуют и другие виды семейства крапивниковых. У одного крапивника бывает от 6 до 12 таких гнезд. Причина, по которой птицы тратят массу своей энергии на возведение такого количества неиспользуемых впоследствии гнезд неизвестна, однако в ходе экспериментов установлено, что самки отдают предпочтение самцам с большим количеством построек. Каждое гнездо устанавливается невысоко над землей, либо прямо на земле, между корней и веток лежащего дерева, в низком щелевидном дупле или на берегу ручья, представляет собой шарообразное образование с толстыми стенками и боковым входным отверстием. Как правило, первоначально все гнезда в разной степени не достроены, и только когда самка выберет подходящее для кладки гнездо оно достраивается и выстилается изнутри. Оставшиеся гнезда попеременно используются самцом для ночлега. У крапивников хорошо развита полигамия, то есть, на одного самца может приходиться две и более самки. Исследования, проводимые в Западной Европе, показали, что около половины всех самцов полигамны. За сезон у крапивника бывает одна или две кладки, первая из которых в Центральной Европе приходится на апрель, май, а вторая – на июнь, июль. Кладка состоит из пяти, семи белых с красноватыми пятнышками яиц. Насиживает одна самка, инкубационный период составляет 13-16 дней, ухаживают за птенцами оба родителя, однако в случае полигении роль самца в этом процессе может заметно снизиться, гнездо птенцы покидают довольно быстро, уже через 11-12 дней. В Евразии крапивники часто становятся жертвой обыкновенной кукушки, которая подбрасывает им в гнездо свои яйца. По результатам наблюдений, проведенных в условиях дикой природы, средняя продолжительность жизни крапивника составляет 4 года.